Друзья, привет! Это видео сейчас со скорости у звука разлетается по интернету. Скобеева приехала в Калугу, чтобы промыть студентов и рассказать им, как правильно врать. Сделала она это вслед за Рогозиным, в прошлом ролике я вам про это рассказывал. Судя по всему, путинская администрация дала заказ на создание настоящей армии. Соловьева о подобных. Пропаганда и есть контрпропаганда. И совершенно не стоит стесняться этого слова пропаганда. Что плохого в пропаганде? Пропаганда это распространение. И ужас и страх несет не сама пропаганда, а та информация, которая распространяется. Мы все с советских времен прекрасно знаем выражение пропаганда здорового образа жизни. Наверное, никому не придет в голову сказать, что эта пропаганда несет какие-то деструктивные смыслы. Конечно нет. Пропаганда здорового образа жизни не несет никаких деструктивных смыслов. Но пропаганда ненависти гражданам соседней страны, пропаганда того, что мы какие-то исключительные, а все остальные это так. Причем такая довольно агрессивная. Вот это приводит к последствиям. И эти последствия мы уже видели в истории. Одно дело, когда ты рассказываешь, какая у нас страна, какой у нас космос, автопром и так далее. А другое дело, когда ты говоришь, что мы вот правильные, а все остальные это вообще так. Но есть и другого рода пропаганда. И почему-то в нашей стране за те долгие годы, десятилетия, когда мы несколько стеснялись своего естества и не до конца уверенно могли формулировать, что для нас Россия и что для нас Родина, нам навязали, что все, что происходит в нашей стране, это пропаганда, а все, что происходит за океаном, это честная и свободная журналистика. Я сразу хочу разочаровать каждого, особенно если здесь есть выпускники журфака, где на журфаках каждому, наверное, рассказывали, что журналистика должна быть беспристрастной. Нет в мире беспристрастной журналистики. И здесь Скобеева в чем-то оправа, действительно. Мы очень часто видим и в международных новостях фейки. Возникают они по разным причинам. Но только вот вопрос в том, что у нас в России не просто пропаганда, у нас настоящая гебельсовщина. Россиян пытаются убедить в том, что в стране нет проблем, но что нужно решать проблемы где-то там. И, конечно, нельзя сказать, что международная пропаганда, она какая-то святая, нет. Но когда в стране сажают за слова, когда из экранов телевизоров льется просто лютая грязь, когда разделяют население собственной страны на вот эти враги, а вот эти свои. Помните, как разделяли в ковид привитые хорошие, непривитые плохие? Вот так же и сейчас. Вот это как раз и несет деструктивные смыслы. Одно дело защищаться от какой-то грязной международной пропаганды, а другое дело сеять внутри собственной страны ненависть и покрывать жуликов и воров. Нет вообще ничего, чему стоило бы верить. И каждый из вас, распространяя информацию, в первую очередь делает для себя выбор. Мы сначала делаем выбор, а потом начинаем предпринимать те или иные усилия. И когда мы видим любое информационное сообщение, мы должны в первую очередь анализировать и понимать, кто стоит за этим сообщением. Не до конца имеет значение, что конкретно происходит. Обратите внимание, происходить может одно и то же событие, но интерпретация этого события имеет значение. Это то, что в современном мире, наверное, принято называть эпохой постправды, когда есть правда или, может быть, правды нет. Ну вот оно и чистосердечное признание. Она признается, что не важно, что по-настоящему происходит, важно то, как это преподнести. По сути, это действительно так. Я вам сейчас приведу пример. Когда в Украине был Майдан, изначально студенты из-за чего вышли протестовать? Из-за того, что президент их обманул. Скажите, пожалуйста, а как часто россиян обманывает Путин? О да, это было не один десяток раз. И сколько у нас протестов в стране было. А то, что многие украинцы хотели в Европу, а не в Россию, так это они какие-то не такие. Как говорил Рогозин, нужно просто демонизировать своего соперника и все. Другой пример. Когда у нас в России люди выходили на митинги, сейчас я не могу сказать выходят. Как про людей говорят, вышли предатели, раскачивают лодку. А когда президент сказал, сначала пенсионный возраст поднимать не буду, а после выборов сразу же поднял. Это ничего. Вот она вся суть пропаганды. Именно поэтому мы это и называем Геббельс ТВ. Ну то есть не важно, что был нанесен удар. Ну как, важно, но не в этом сакраментальный смысл. Важно, какое именно мы с вами или они для нас сформируют отношение к этому удару. Их интерпретация, наш удар по Харьковской области, проявление агрессии. Для нас все то, что мы сейчас делаем в Харьковской области, это создание санитарной зоны. Не удар по Харькову, а создание санитарной зоны. То же самое, что они сначала рассказывали. Там наши люди и мы их идем защищать. А сейчас они же говорят, что нет, там не осталось наших людей. А там вот какие-то настоящие враги. А врагов, как вы знаете, из пропаганды не жалко. Здесь стоит добавить один очень важный момент. Конечно, пропаганда идет с двух сторон, и не только с двух сторон. Здесь даже смысла спорить с этим нет. Но есть какие-то базовые принципы, от которых, наверное, все-таки стоит отталкиваться. Например, базовый принцип – важность человеческой жизни, каждой человеческой жизни. Или, допустим, общественные пользы. И вот дальше она как раз объясняет, как это все происходит и почему. И если мы с вами считаем себя патриотами, то лучше относиться к государственной точке зрения и работать на государство. Это тоже кто-то назовет наверняка пропагандой. Но это будет пропаганда здравого смысла, пропаганда интересов твоей страны. Пусть даже и агрессивное навязывание интересов твоей страны. Здесь важно понять, что Скобеева занимается подменой понятий. Можно быть патриотом своей страны. Я сам себя могу назвать патриотом России. Я хочу для России только процветания. Но есть Россия – наша большая страна. А есть люди, которые ей управляют, и которых я лично не выбирал. И если мы говорим, что население откровенно обворовывают, а вот эти люди защищают их позицию, то в чем заключается эта деструктивность нашей точки зрения? Если мы говорим, вот есть факты, факты просто какой-то чудовищной коррупции, вот он есть какой-то апарт-отель, допустим, в Геленджике, а пропагандисты говорят, да нет, это все апарт-отель Ротенберга, вы все неправильно поняли, то с точки зрения общественной пользы кто в данной ситуации прав? Те люди, которые говорят, россиян обворовали, или эти люди, которые говорят, нам заплатили за то, чтобы сказать, что вас никто не обворовывал, и что это все на самом деле не так. А ведь когда вор или коррупционер стоит во главе какого-то, допустим, города или региона, или даже целой страны, то кто является предателем? Тот, кто говорит, что он вор и коррупционер, или тот, кто его защищает? Вот то-то и оно. Объективной информации не существует. Есть только информация, за которую, к сожалению, кто-то заплатил. Есть только информация, которая преследует, к огромному сожалению, чьи-то цели. Ну вот, собственно, она и ответила на главный вопрос, зачем это все делается. Ничего личного, просто заплатили. Просто заплатили сказать, что где-то там какие-то нацисты. Просто заплатили за то, чтобы говорить про какую-то санитарную зону. Просто заплатили. Это просто бизнес информационный, ничего личного. Такие люди, как Скобеева или Соловьев, они просто за деньги могут сказать все, что угодно. Любую чудовищную ложь. Потому что им просто за это забашляли. Поэтому вы от Скобеева никогда не услышите, что у нас в стране куча проблем, которые нужно решить. Кстати говоря, предвижу комментарии хейтеров. А вот почему вы не видите хорошего в нашей стране? Хорошего в нашей стране много. Это действительно так. И про саму страну я, допустим, лично плохого ничего не говорю. Но если у вас горит дом, то что будет правильнее? Предпринимать какие-то шаги, чтобы его спасти? Или радоваться тому, что ты успел вытащить телевизор? Прыгать, бегать и всем об этом рассказывать. Если у вас во дворе грязно, то мне кажется, во дворе стоит убраться, а не и тыкать пальцем в соседа и говорить, а грязно вот у тебя, смотри, у тебя грязнее. Просто все дошло до того, что они уже открыто говорят, да, мы вам врем за деньги. Но если вы патриоты, то вы должны нам верить. И знаете, в данном случае я вам так скажу. Между патриотизмом и идиотизмом очень тонкая грань. И Скобеева знает, где эта грань находится. Ну а вот как анонсировали это самое мероприятие. 70 участников собрал форум «Курс молодого бойца. Информационный фронт». 16 апреля он стартовал в Калужской области. Организатор форума – Российское военно-историческое общество. В нем участвуют молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Все они создают просветительский информационный контент в интернете. При отборе организаторы просматривали соцсети кандидатов и их публикации. В этом году было более пяти сотен заявок. Для участников проведут мастер-классы, лекции, практикумы и спортивные состязания. Набрали 70 самых перспективных лжецов. Самых таких явных, которые готовы работать на благо одного конкретного человека. Нет, на благо страны здесь сказать язык не поворачивается. Ну и вот вам как пример для закрепления, так сказать, того, о чем говорила Скобеева. Прикладываем методичку и смотрим. Вот она, пожалуйста, демонизация врага. Есть ли в Украине кто-то, кто готов адекватно оценивать Россию? А скажите, пожалуйста, а Россия в лице российской власти, чиновников, пропаганды может сама себя адекватно преподать? Проблема заключается в том, что Украина изначально, последние 20 лет, строится как государство на нацистской, на основе теории расового превосходства. И вот эта теория, на которой замешаны они все, у которой пропитаны мозги у всего руководства, теория расового превосходства, она делает с ними те же самые истории, что она когда-то делала с гитлеровцами. Они действительно реально считают, что они действительно, ну их так уже пропитаны, что они расово превосходят русских, поэтому чего о них думать? Вот она целиком и полностью методичка. Вот когда на Путингах и Лужниках кричат «Я русский, моя кровь от отца», это значит, что у других она, наверное, от дяди, или «Я русский, мне повезло, а остальным, получается, нет», то это вот никакое не расовое превосходство. А вот в Украине, эх! Но дальше больше и еще интереснее. Лавров выдает пропагандистам очередную методичку и признается, что в 22-м году Путин согласился на переход Украины под защиту НАТО, с которым Россия якобы так усердно борется. Об этом, по-моему, еще не говорили, но я надеюсь, меня не будут за это критиковать. Просто что за гарантии были вот в этом стамбульском документе? Гарантии очень простые. В итоге мы были готовы пойти на то, чтобы, как хотела украинская делегация, эти гарантии были предельно серьезными. Ну и пределом серьезности считалась статья 5 Вашингтонского договора о создании Североатлантического альянса. Дословно ее не стали воспроизводить, но... Очень серьезной гарантией безопасности был Будапештский меморандум, когда Украина осталась без ядерки и несколько стран Украине сказали «Мы являемся гарантами твоей безопасности, Украина». Ну а то, что сейчас происходит, вы видите. Да и вообще, как говорит путинская пропаганда, никакой Украины не существует. Там были согласованы другие несколько формулы, но по сути это очень серьезные гарантии безопасности. И записано было специально, что эти гарантии безопасности не распространяются на Крым и Донбасс. Что, в общем-то, означало, что их трогать нельзя. А то никакие гарантии не действуют. Было записано там, что на Украине не будет никаких военных баз. Ну что, скажете, по телевизору два года бились-бились НАТО, бились-бились. А оказывается, что Россия была согласна, что Украина будет под защитой НАТО. А про пятую статью можете погуглить сами, что она значит. На всякий случай, вот здесь сейчас вы видите перевод. Тем временем освободители постепенно возвращаются назад. И один из освободителей удивляется, почему к ним такое отношение. Парни, кто был на СВО, кто сейчас на СВО, обратите внимание, в ТикТоке есть один фрукт, бизнесмен, комикс, который говорит о том, что все отбросы общества, наемники, скоро вернутся. И у нас, в смысле у них, в России будут проблемы. Ну, у меня, как у участника СВО, проблем точно не будет. И у меня вообще в этом обществе нет проблем. А вот у них, в связи с их крысиной жизнью, наверное, будет. По телеку рассказывали, что в Украине будут встречать с цветами. С цветами, как мы видели, встретили. По телеку рассказывали, что назад будут в Россию встречать тоже с цветами. Вот тоже встречают. Судя по всему, владельцы и бизнеса боятся, что просто будет повтор того, что было в 90-е. История, она такая, штука цикличная. Еще один освободитель вернулся. Думал, что сейчас приедет, заживет на широкую ногу. А приехал в свой дом и обнаружил, что у него вынесли даже унитаз. Разруха, все разбросали, теплый пол весь повырывали, блок с него сняли, вырезали. По большому счету, дома не осталось почти ничего. Даже до смешного они сняли унитаз. То есть, зачем, для чего. И самое-то интересное, весь мусор, который после разборки унитаза здесь был, они аккуратно сложили в урну. Нет, он, наверное, все неправильно понял. Просто какой-то добрый человек боялся, что в отсутствие освободителя кто-то залезет в дом и грабанет. И решил имущество припрятать до лучших времен, а сейчас объявится обязательно и все вернет. И даже унитаз. Правда, возможно, немножечко БУ, но вернет. Ну и еще один. Рассказывает, что съездил заработать и вот что из этого вышло. Не думайте, что вы здесь за год там станете миллионерами, что вы там со всеми своими долгами распутаетесь. Да, возможно, частично что-то покроете, но цена этому очень велика. Еще раз говорю, но все закончится в один день. Вот как мне, мне, допустим, повезло. Могло не повезти. Будь бы у бабы какие-то снаряды, я бы сейчас лежал бы там в подвале с закупами. И неизвестно, когда вы не расстали. Потому что сложно, собственно, понимаете? Так что как-то так. Если вы чисто хотите именно заработать, блин, старайтесь заработать долго. Были такие случаи, когда мы закатывались первый наш закат. Вот. И парни там с других подразделений, которые прибыли вместе со мной, погибали в этот же прямой день. Вот в первый день. Вот вчера, не только с учебки, так сказать, да, с двухнедельных курсов. А сегодня ему закатывается. Он до веселья на рынке добегает пару метров. Его пулеметчик взбревает. Он погибает тут же. Падает 200. Вытащить его не вариант. По-моему, вот это же до сих пор еще пока не вытащили. Потому что там зона такая опасная. Вот честно, к этому видео больше добавить нечего. Потому что несколько минут назад уже все сказал. Ну и должны быть хорошие новости. А хорошая новость есть. Эксперты из НАПИ заявили, что пятилетнее обслуживание Лады Гранд и Клуб обойдется дороже, чем полная стоимость нового автомобиля. По их данным, содержание от такого аппарата обойдется за пять лет примерно в миллион сто тысяч рублей. Расчет производился на жителя Москвы, который в среднем проезжает 15 тысяч километров в год. Туда включили страховку, техобслуживание, резину и так далее. И хорошая-то новость в чем? Оказывается, что Лада Гранд это больше не машина для бедных. Поэтому, кто ездит на данных шедеврах автомобильного искусства, очень даже состоятельные люди. И таких в стране получается. Ну, очень много. А я не прощаюсь.